Сегодня 12 ноября из жизни ушел знаменитый писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, над чьими остроумными монологами много лет смеялась вся страна. Увы, незадолго до ухода в мир иной, артиста вынудили оправдываться перед бывшей помощницей Евгения Петросяна. На момент смерти Виктору Коклюшкину было 75 лет. Поклонники навсегда запомнят не только фирменный скрипучий голос юмориста, но и те замечательные монологи, которые он написал для своих коллег по сцене. Произведения Коклюшкина исполняли Елена Степаненко, Владимир Винокур, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Евгений Петросян. Но вот последний, к большому сожалению, оказался весьма обидчивой личностью. Безобидная фраза о творческом простое, который был связан с бурной жизнью Евгения Вагановича, едва не втянул Виктора Михайловича в унизительную череду судебных разбирательств. Петросян обиделся на своего коллегу и даже подал в суд исковое заявление. По мнению экс-ведущего «Смехопанорамы», писатель-сатирик оскорбил его молодую жену Татьяну Брухунову. Сам же Коклюшкин поначалу наотрез отказался оправдываться перед музой Евгения Вагановича. Но под давлением общественности все же был вынужден сдаться и в итоге принес публичные извинения обидчивым супругам. Скорее всего, возраст и состояние здоровья не позволили тогда эстрадному автору участвовать в громких публичных распрах, на которых Петросян с женой уже давно собаку съели.